Я участвовал в такой конференции, которая организовала Российское историческое общество и фонд История Отечества. Она была приурочена к 70-летию КНР, и поэтому это была российско-китайская встреча. И примерно с обеих сторон было более 40 участников. Но для нас это важно еще и тем, что, конечно, там была тематика, посвященная Китаю, российско-китайским отношениям. Всегда, когда обсуждается эта тематика, речь идет и о Большой Евразии, то есть то, чем мы, собственно, сами занимаемся. Это взаимоотношения России и Китая со странами центральными, с азиатскими, со странами с соседями Кореи и Монголия, с сопредельными этими странами, в том числе Индии и Ираном, если говорить о Каспийском регионе. И вот это все было тоже в центре внимания. Я лично выступал с проблематикой, которая представлена в РГГУ по китайски в целом. И, конечно, важнейшей частью этой тематики это то, чем мы занимаемся постсоветским пространством и вообще проблемой Большой Евразии. То есть российско-китайскими отношениями в контексте отношения России с Центральной Азией, с странами-соседями на Западе и взаимодействия, допустим, Евразийского Союза со странами ШОС, со странами БРИКС. Вот это была моя тематика и моего доклада. Ну и я представил те работы, которые у нас опубликованы, в том числе и мои личные работы, монографии последних лет, первый номер журнала Евразийский следный, который уже вышел в свет, и те журналы, которые готовятся. Еще один сюжет, который был в центре внимания этой конференции, это, так сказать, приграничное сотрудничество. Допустим, российского Приморья с Кореей и Китаем, российского Оренбуржья с Казахстаном и так далее. Об этом тоже шла речь. И намечено несколько направлений дальнейших исследований и координации усилий. Ну, например, мы хотим подготовить какое-то пособие для школьников и студентов, посвященное тематике. Вот мы хотим с китайскими коллегами такую работу попробовать начать. Конечно, речь шла и о политических сюжетах современности, о попытках доминирования или нечестной конкуренции в торговле, в мировой торговле, вопросы санкций, которые, так сказать, страдают, ну и те, кто, бизнес тех стран, которые их вводят, и тех стран, на которые они обрушиваются, как говорится, эти санкции. И в этом отношении было единство между китайскими и российскими экспертами, что это надо процессам, надо положить конец, и эту проблему должны решать цивилизованным способом. Эта тематика, вот Большой Евразии, она встречает все больше и больше интерес экспертов совершенно разных уголков земли. И эта тематика, она сопряжена с другими проблемами такого же глобального или регионального масштаба, будь то азиатско-тихианский регион, будь то европейский континент, будь то и Восточная Азия. Все стремятся найти пути усиления торговых обменов, роста товарооборота между странами, ставят амбициозные задачи по повышению товарооборота, ну и, конечно, стоят амбициозные задачи с точки зрения гуманитарного сотрудничества, чем мы тоже сами занимаемся, включая образование. И поэтому много было выступлений, в том числе и моя, так сказать, часть моего доклада была посвящена именно образовательной практике, то есть образование, связанное с подготовкой кадров для стран Евразийского региона, образование, так сказать, для наших студентов с использованием опыта стран Евразийского региона, так сказать, в общем, обмены между студентами, обмены между преподавателями, форумы студенческие, молодежные, летние школы и так далее, вот это тоже было в центре внимания. Строго говоря, вот этот и форум в целом, и конференции в частности показали, что эта ткань взаимодействия между народами, между культурами наших стран и всего этого огромного большого региона, она непрерывна, и она имеет огромные традиции, и наша задача их сохранять, укреплять и развивать.